Доброго времени суток друзья! Давненько я не выпускал видеоролики по обзорам патчей, но к сожалению это все зависит не от меня. Недавно разработчики скинули информацию, что будет 3 числа 3 апреля проходить тестирование нового патча 2.15. И уже утром 3 числа они ввели обновление на паблик тестинг и у меня получилось туда зайти и потестировать новое обновление. Что там будет нового? Давайте разбираться. Первым и долгожданным у нас будет в обновлении австралийская фракция. По поводу нее я хотел бы напомнить. Австралийскую фракцию разрабатывала команда Midnight Interactive. Она ее разрабатывала где-то в течение года полтора, после этого продала ее разработчикам сквада of World Industries. Это я хотел бы сказать тем людям, которые не верят, что модовые фракции могут перейти в игру. Перед тем как начать обзор на австралийскую фракцию, давайте посмотрим на отдельные небольшие обновления. На самом деле долгожданным обновлением, улучшением является, значит у нас на хабе, это выводится стрелки, где находятся выходы хаба. Вы сейчас видите. Это на самом деле очень удобно, когда пытаешься хаб поставить где-нибудь в сарайчике, небольшом доме. Пытаешься вывести это дело так, чтобы выходы не были заблокированы. Помимо этих стрелок разработчики решили ввести такую вещь, как маскировочная сеть. Она у нас находится сразу вместе с моделькой хаба. Обратите внимание, что снаружи входы в хаб и то, что происходит в хабе, мы с вами практически не видим. Но то, что происходит снаружи хаба, прекрасно видно. Это сделано для того, чтобы нельзя было к империть выходы с хаба. Помимо этого, разработчики ввели еще одну фортификацию. Эта фортификация у нас называется типа башня, смотровая башня. Вот у бомжей, значит, эта башня более-менее такая симпатичная. Ее может быть в лесу не так хорошо видно, но у регулярных войск эта башня, она типа как на выезде бывает из баз. Я не понимаю, зачем ее ввели. И она стоит, по-моему, 600 строительных ресурсов. Ее никто делать не будет. Я бы на месте разработчиков, например, ввел бы новую вещь. Например, чинилка для техники. Ее бы можно было поделить на две части. Она стоит 500, значит, 300 стоит сама чинилка. И 200, например, можно было бы поставить такой мини-склад с боеприпасами. Мини такой метр на метр. И поделить это все пополам. Если я хочу починиться, только починиться, я могу потратить всего лишь 300. Если я хочу только пополниться, могу потратить всего лишь 200 строительных ресурсов. Но разработчики ввели эту сраную башню. Не знаю, будет ли народ ей пользоваться. Помимо всего этого, значит, у нас визуальная составляющая немного изменена. Вы далее увидите в австралийской фракции. И, конечно, давайте уже к ней приступим. Ну что, давайте коротенько, так скажем, пройдемся по фракции, по ее китам, по ее снаряжению и оружию. Значит, начнем с командира. Как всегда, у нас есть винтовочки без оптики. У нас голограф и у нас оптика. Значит, используются австралийскими вооруженными силами винтовочка AUG. Система Bullpup. Вот. Значит, примечательно, что на каждой винтовке у нас есть рукояточка. Значит, у командира еще и рукоятка Сошки. Все как у британцев. Давайте постреляем. Значит, у этой винтовки штурмовой очень низкая отдача. Оптика, значит, у нас вот такая. Вот на тысячу метров работать можно. Это великолепно. Ну, это с контролем отдачи. Ну, в принципе, сами видите. Великолепная отдача. Значит, у нас голограф ИОТЭК. Довольно удобный. Это вот с контролем отдачи. Я, конечно, считаю, что штурмовать с этой винтовкой из здания какие-то позиции вражеские будут великолепно. Значит, далее у нас киты водителей, то есть экипажи и пилотов. Все у нас идет с оптикой. Это, конечно, уникально и отлично. В принципе, не знаю, зачем оно им нужно, но решили разработчики, значит, это все дело оставить. Значит, стрелки все то же самое. Пулеметчик у нас идет. Пулемет мини-ми. У нас идет из отдела стрелков у нас голографом. В принципе, звук, я думаю, то же самое, что у американцев. Пулемет, значит, есть также с оптикой. Оптика, значит, у нас дает возможность работать на тысячу метров. У русских, значит, вот этот вот каштанп, называется оптика, дает возможность где-то на 400 работать, на 500. Тысячу метров это великолепно, особенно на больших картах, типа Кохот и так далее. Далее две примечательные роли, значит, гренадер. Та же самая винтовка АУК, но у нее для стрельбы с подсольного гранатомета имеется вот такой вот коллиматор. Значит, стрелять можно на 400 метров, это отлично. У американцев дальность стрельбы на 350, по-моему. Не скажу, что как-то удобнее или неудобнее, но все-таки какое-то новшество. Разработчики ввели, я напомню, что я тестировал данный мод где-то полтора-два года назад, это уже все было. Вот, также, видите, да, добавили блок, тактический блок, я так понимаю, лазерный целеуказатель. Для ПНВ также невидимый спектр, но на данный момент в игре это все не используется. Значит, легкие гранатометы у нас, гранатометы М-72, как у американцев, в принципе, все то же самое. Если у вас есть коллиматор, значит, у вас есть бинокль. И марксманская винтовка. Значит, винтовочка это Хекклеренкох 417. И такая же винтовочка у нас у британцев. Такой же оптический прицел с такими же марками, да, с прицельной сеточкой. Поправки на дистанции делать нельзя. Звук немного другой, чем у британцев. Вот, у нее, если у этой винтовки, как видите, значит, рукоятка ведения огня, да, то есть тактическая рукоятка. В принципе, по стрельбе, стоя, ну, если, в принципе, дыхание затаить, можно и работать, и даже стоя. Не знаю, у русских СВД, американцев, это М110, стоя работать практически невозможно. А с этой винтовки можно. Не знаю, пофиксят ли это, точнее, понерфят ли это, но работать, в принципе, можно. Я считаю, так и должно быть у каждой винтовки. Винтовочка мне очень нравится, моделька, в принципе, красивая. Далее у нас идет тяжелый пулемет, называется он Максими, с оптическим прицелом, да, таким же, на 1000 метров. Это, это отлично, это великолепно, кто бы как ни говорил, но я, например, один раз работал с американской М240, работал на 1000 метров, подавлял снайпера. Мне помогали с биноклем, и, в принципе, это у нас получалось. Вот, я считаю, что лучше иметь, но не использовать, чем очень нуждаться, но не иметь, да. Я думаю, в любом случае, один раз за 10 каток, например, каких-нибудь сессий игровых, вы сможете этим воспользоваться, и вам это понравится. Честно говоря, какой-то приглушенный звук, может быть, это типа звук оглушения, когда оглушают немного, а вы чуть-чуть тише начинаете слышать. Звук интересный, пулеметик, ну, отлично, тоже нравится. По оптике, вообще, считаю, что это, конечно, имба. И, смотрите, у нас далее идут тандемы. Тандемы идут Карл Густав с оптическим прицелом, как, значит, на нем оптический прицел, как у американцев. Работать можно при помощи прицельной сетки на 500 метров, и плюс, я могу еще сделать поправку на 500, то есть, я могу работать в общей сумме на 1000 метров. А вот это вот дрожание, видели, да, после взрыва тандемного снаряда, вот это дрожание я, кстати, впервые вижу. Я, конечно, давно с тандемов не работал, но вот это дрожание экрана я впервые вижу, может быть, это добавили. Ну, все равно выглядит тоже интересно. Давайте посмотрим, значит, боевых инженеров. На данный момент боевых инженеров поделили на две части. Смотрите, значит, первый боевой инженер у нас имеет оптику, все то же самое, но он имеет только противотанковую мину. Вот, смотрите, да, только противотанковая мина. Следующий боевой инженер у нас не имеет оптики, но имеет только подрывной заряд такой вот, интересно, хорошая моделька, в принципе, красиво. Почему его поделили? Значит, во-первых, хочется понять для меня, я не могу пока зайти на тест, здесь написан один из двух. Как мне кажется, в отделении можно будет иметь двух боевых инженеров. Как мне так кажется. Потому что, видите, один из двух, написано, я командир. Вот, и, значит, делится на человека, который будет закладывать мины на дороге и на человека, который будет подрывать. И, в принципе, здесь, конечно, есть в чем-то такую вот правильность, потому что боевой инженер это слишком нагруженный, слишком имбовый боец. Он может и подорвать, и противотанковой миной, и заряд заложить. Но, например, я бы лучше на месте разработчиков сделал с подрывным зарядом с оптикой, и побольше магазинов, и с противотанковой без оптики. Дело в том, что вот этот боец, которым мы сейчас управляем, ну, у него четыре всего лишь магазина. А что у него из плюшек? Подрывной заряд? И зачем он нужен? Но мы вспоминаем режим Destruction. В режиме Destruction только боевой инженер может подрывать склады, не склады, такие вот ящики вражеские с боеприпасами. Я предполагаю, что его будут брать для таких режимов, да, и его будут брать, значит, для диверсии. Ну, поживем-увидим, может быть, я в чем-то ошибаюсь. Давайте теперь немного о технике. Значит, у австралийцев имеется, значит, танк М1А1 Абрамс. В нем особо ничего нет нового. Те же прицельные сетки, но вот только вот на командирке у нас вот такой вот обзор. В принципе, не знаю, особо ничего нового. У них далее есть боевые бронированные машины. Это вот название их правильное. Это у нас СЛАУ-25. Это что-то похожее на ЛАВ-6, но, честно говоря, у нее очень хорошая проходимость. Не помню, честно, по той лавке, по лавке с шестой. Но вот это вот, смотрите, как она разгоняется, как она быстро ездит. Я думаю, что намного быстрее она и намного маневренее. Значит, у нас их один вариант. Никаких вариантов с усиления нет. Вот. Давайте посмотрим с вами на прицелы. Значит, у нас вот такой минимальный, вот такой максимальный. У нас, значит, есть бронебойчики, есть фугасы. Вот, смотрите. 70 бронебойных снарядов. Получается АП-шки, да? В принципе, прицельная сетка. Нормально, можно стрелять. 230 снарядов фугасных. Друзья, сразу скажу вам так. Это боекомплект Брэдли. Вот. На лавке вообще у нас 60, по-моему, бронебойных, 150 фугасных. Это на лавке. Здесь у нас, как у Брэдли. И такое количество снарядов, оно лучше. Намного лучше. Значит, стабилочка есть. Все вот так вот интересно. И командирка. У командирки, кстати, есть стабилизация, да. Вращается она так же небольшим углом, как и у Лав-6. Вот. По боеприпасам замечательно, потому что лавка, она абсолютно хреновая бэха. Я об этом уже говорил в прошлом видеоролике. Я ей поставил самое, ну, дал ей самое последнее место в рейтинге. Машина небольшая, машина интересная. Вообще, Слава, по-моему, у нас может плавать. Вот. Давайте. Да, вот у нас есть винты. Я думаю, в будущем фракциях, ну, в будущем, когда сделают плавающие машины, она будет у нас, значит, плавать. Давайте посмотрим следующие машины. Значит, далее у нас имеются такие вот бронеавтомобили. Бронеавтомобили, вот интересный у них такой цвет далее. Я думаю, это и пустынная будет, и зеленка, то есть цвет меняться не будет. Хорошая прорисовочка внутри кабины, знаете, не то, что сейчас ТПВ канадский. Смотрите, вот мне понравилась вот эта кнопочка, как она офигенно проработана. Вот. Давайте посмотрим далее. У нас есть суплаечки. И у нас еще в начале есть два таких бронеавтомобиля. Значит, у нас с электронным управлением. Хорошая, в принципе, высокая. Я думаю, она очень проходимая. Это баги, не обращайте внимания. Так, у нас имеется стабилизация. Вот. У нас имеется направление, вот, которое мы видим в градусах. Градусы подъема пулемета. Калибр. У нас стрелять здесь на полигоне теперь нельзя. Значит, у нас патронов 400. И у нас дальномер. Знаете, предельно все информативно. Очень хорошо. Написано армид, бронебойные, но других снарядов у нас нет. 400 патронов. То же самое, что и на страйкере. Вот. Хорошая, интересная машинка. Вот. И сколько у нас мест потом можно будет. Посчитать. Я думаю, в принципе, как в Тигре. У нас есть такая еще машинка. С легкими пулеметами. Но их, сука, три штучки идет. Вот. Зачем они нужны? Ведь стрелка сверху снять нефиг нафиг. Вот. Но это, как бы, у нас бронеавтомобили. Такие хотя бы новые. Хотя бы танки. Они хоть танки повторили. Да, по сути, от американцев взяли. Вот. Но бронеавтомобили это что-то оригинальное. Вот. И у нас такие суплайки. Вы уже их узнаете. Это британские суплайки. Ну, и, конечно же, те самые, хотел сказать, канадцы, австралийцы. Да. Разрабатывая мод, добавили свой вертолет. Значит, как минимум, у австралийцев имеется теперь два вертолета. Это у нас американский вертолет. Вот. В принципе, мы его знаем. Вот. И у нас имеется уже австралийский отдельный вертолет. Давайте с вами посмотрим на него. У него имеется, значит, то же самое количество ресурсов, вмещаемых, как и у русского вертолета. 1500. И смотрите, что интересно. Он сразу же уже загружен на тот момент, как мы всегда загружаем. 600 для постройки хаба и ящика с патронами, и 900. Я считаю, что это правильно. Постоянно перезагружать, это ужасно. Вот. Значит, у нас имеются пулеметы такие легенькие. И вмещаемость, я посчитать не могу. Нормальная вмещаемость. 10 человек получается у нас. Вот. Хорошая проработка, хорошая детализация. У них есть такая вот панель. Она, ну, более-менее новая, потому что вверху у нас показываются эти самые, ну, по броне все, да, проценты по броне и так далее. Показатели. Такой вот мониторчик интересный, новенький. Проработка великолепная. Все кнопочки, клавиши, все есть у нас и наверху. Прям хочется на них нажать. К сожалению, ничего нажиматься не будет. Значит, у нас на мониторчике слева. Это, ну, грубо говоря, газ. Просто назовем, не знаю, там газ он называется. Вот. У нас есть стрелочка, на которой мы можем зависать. Вот. Вот так вот на 100%. Я думаю, что это намного удобнее калибровать свой полет. Видно, да. Так скажем, по бегущей, да, строге этой. И у нас есть угол наклона, как всегда, да. И altitude. Это у нас высота. Вот. Она также у нас показывается, видите, да. 20-30 метров. В принципе, вертолет интересный. Вертолетчикам, конечно, я думаю, понравится. Это хорошая детализация. Вот. Есть также внизу у нас окошки. Будет довольно-таки удобно сажать вертолеты. И сейчас мне бы хотелось кратко это все дело подрезюмировать. Австралийская фракция. Мы ждем ее очень и очень долго. Последний раз фракция у нас водилась, это канадская, где-то порядка двух лет назад. У австралийской фракции чего-то кардинально нового у нас, к сожалению, не вводится. Но любое изменение в игре не даст вам соскучиться. Данное обновление, я думаю, выйдет в течение апреля месяца, смотря как будут проходить тестирования. А на этом, пожалуй, все. Надеюсь, что мы очень скоро с вами увидимся. До новых встреч и пока.